Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Этот урок посвящен самому верному, самому преданному инструменту сетевика. Мы поговорим о скайпе, мы поговорим о наиболее часто возникающих проблемах при работе со скайпом и поговорим о выполнении наиболее полезных функций при общении со структурой в скайпе. Итак, первая и основная проблема. Нас не слышат. Мы начинаем говорить с человеком, но нас не слышат. Чаще всего это из-за того, что у вас неверные настройки вашего скайпа. Нажимаем на три кнопочки, выбираем настройки и появляется окно настроек. Необходимо выбрать звук и видео, прокрутить немножко окно вниз и добраться до пункта микрофон. Вот если вас слышат, то вы видите движение вот такого фолдера. Я сейчас говорю и микрофон работает. Умолкаю и он перестает работать. Это говорит о том, что скайп правильно выбрал микрофон. Какой микрофон он выбран, можно открыть в списочек и посмотреть. Что вообще-то он выбрал устройство по умолчанию. Но на моем компьютере сейчас два микрофона. Какой-то работает лучше, какой-то работает хуже. Будем считать, что микрофон мы настроили. Проверить ваши настройки микрофона можно сделать, позвонив тестовому контакту. Он есть у вас у всех. В поле «Поиск контактов» наберите по-английски «Эхо». Выберите этого клиента и нажмите «Позвонить». Вас приветствует служба тестирования связи скайп. После сигнала начнется запись вашего сообщения длительностью до 10 секунд. Затем вы сможете прослушать свою запись. Вот произошел сигнал, я начинаю что-то говорить, скайп начинает меня записывать и потом он его воспроизведет, этот мой монолог. Вы можете послушать, насколько хорошо и качественно вы настроили микрофон. Вот произошел сигнал, я начинаю что-то говорить, скайп начинает меня записывать. Такая очень простая возможность проверить настройки вашего скайпа. Итак, совершили звонок. Что необходимо делать чаще всего? В групповых чатах довольно часто требуется отключать микрофон, чтобы звуки в вашем доме не мешали участникам общего разговора. Отключить микрофон это очень просто. Нажимаем вот на такой вот значок в белом кружочке. Кстати, если вы на него наведете, будет видно, что ваш микрофон работает. Делаю однократный щелчок мышкой, все, микрофон перестал работать, никто вас не слышит, кроме ваших соседей. Перечеркнутый значок микрофона и камеры говорит о том, что они у вас отключены. Чтобы включить, повторно щелкаем на камеру, включаем видеоизображение. Повторно щелкаем на микрофон, включаем микрофон. Что еще необходимо делать в процессе работы в скайпе? Очень часто, особенно во время групповых звонков, вам кто-то пишет. И вы слышите извещение, что пришло сообщение в скайп. Как увидеть это извещение? Вы находитесь в окне разговора с конкретным человеком. Хотите добраться до других своих контактов? Нажимаем на полосочки в левом верхнем углу. У нас открывается список наших контактов. Смотрим, кто нам еще написал. Вот пришло сообщение от Тамары. Выбираю Тамару и переключаюсь на диалог с Тамарой. Как вернуться к своему текущему звонку? В самом верху списке ваших контактов вы видите человека, с которым вы разговариваете. Щелкаем на текущий разговор и возвращаемся в окно текущего разговора. Для того, чтобы закрыть список контактов, подвигайте мышкой. Появляются уже знакомые вам полосочки с меню. Щелкаем на кружочек и контакты закрываются. Еще одна типичная операция. Вы свернули окно скайпа. Либо переключились в какое-то другое окно. И, как говорят, скайп пропал. Но он никуда не пропал. Посмотрите вниз в панель задач. Вот ваш работающий скайп. Однократный щелчок и у нас открывается окно скайпа. Все, что у вас запущено, все свернуто в виде значков в панели задач. И щелчок, например, по Яндекс.Браузеру, который сейчас у меня работает, я переключаюсь в окно Яндекс.Браузера. Какие еще операции приходится делать при разговоре в скайпе? Общаюсь со своим партнером. Он мне что-то скинул, ссылку какой-то, либо какой-то текст. То есть написал мне текстовое сообщение. Как это можно увидеть? Внизу разговора появляются управляющие значки. Эти значки могут исчезать, могут появляться. То есть если вы подвигаете мышкой по окну разговора, они автоматически у вас откроются. Двумя значками мы уже воспользовались. Отключили видео, отключили звук. А вот этот значок, он открывает беседу. И вот здесь вы можете что-то человеку написать именно текстом и отправить. Либо наоборот, взять, скопировать то сообщение, которое отправил вам человек. Для того, чтобы закрыть окно беседы, можно подвигать мышкой по окну и нажать на значок беседы, который у вас сейчас подсвечен белым. Либо можете нажать вот на этот вот значок, крестик, и окно беседы закроется. Окно беседы можно открыть во весь ваш экран. Чтобы выйти из полноэкранного варианта окна беседы, в правом верхнем углу нажмите на зеленую кнопочку. Перейти к звонку. И закрываем окно беседы. Скорее всего из самых распространенных функций скайпа это демонстрация экрана. Если вам нужна какая-то помощь, человек, помогающий вам, должен видеть, что вы делаете на своем компьютере. Поэтому ему нужно показать ваш экран. Например, окно браузера, в котором вы пытаетесь разобраться с какими-то настройками. Легко и просто это сделать в скайпе. Конечно, лучше всего для этой цели подходит программа Teamweaver. Она у нас находится в списке полезных инструментов. Программа удаленного управления компьютером. Разобраться с этой программой несложно. И вот именно с помощью этой программы можно легко и просто помогать своим партнерам. Но если ее по каким-то причинам нет, делайте это в скайпе. Просите своего партнера показать вам экран и начинайте ему помогать. Для демонстрации экрана требуется, опять же, чтобы появились вот эти вот значки. Подвигайте мышкой. Нажимаем вот на этот значок демонстрации экрана. Появляется окошко демонстрации экрана. Нажимаем на чат демонстрацию экрана. И сейчас человек, с которым я разговариваю, видит мой экран. Сейчас он видит экран нашего разговора. Я могу его свернуть. Сейчас человек видит, в данном случае, экран, на котором отображены уроки тренинга «Полезные инструменты». Все, что я буду делать, а мне сейчас будут помогать и говорить, куда я должен нажимать. И я буду нажимать на кнопки, которые мне говорят нажимать. Все, что я делаю, будет видеть человек, которому я демонстрирую свой экран. Для того, чтобы остановить демонстрацию экрана, мы, опять же, переключаемся в окно разговора скайпа. Щелкаем на значок скайпа. Вот окно у нас открылось. Повторно нажимаем на знак «Демонстрация экрана». Выбираем действие «Остановить» из меню. Демонстрация экрана остановилась. Исчез белый подсвечивающийся кружок. Вот это наиболее популярное действие в скайпе. Чтобы закончить разговор, вы должны нажать на значок с трубкой вот сюда. Разговор заканчивается. Вы видите сообщение, что разговор завершен. Иногда вас просят оценить качество связи. В заключении могу сказать еще об одной очень полезной функции, которой сам очень часто пользуюсь. Это голосовое сообщение. Вы не хотите писать текст какой-то и отправлять. Вы можете надиктовать. Для того, чтобы надиктовать, нажимаем на значок микрофона. Это практически в большинстве мессенджеров и социальных сетей сейчас используется голосовое общение. Нажимаем на этот значок и начинаем надиктовывать сообщение. Надиктовали. Нажимаем отправить. Сообщение ушло вашему партнеру. Вот таким вот образом вы можете общаться с человеком. Это все очень удобно и переводит ваше общение на человеческий уровень. Когда вас слышат и к вам уже начинают относиться именно как к человеку. Благодарю, что досмотрели данный ролик до конца. В заключении хочу сказать следующее, что, конечно, Skype это очень хороший инструмент, качественный. Но вот те изменения, которые внес в него Microsoft, он эту программу, с моей точки зрения, не улучшил. Сейчас большая нагрузка на популярные средства общения. Поэтому бывают сбои. Не надо здесь переживать, думать, что вы что-то делаете не так, компьютер что-то у вас делает не так. Нет. Это технические проблемы. Поэтому, конечно, нужно искать какие-то альтернативы. Вы видите, альтернативный вариант Skype, их достаточно много. Discord, а именно так называется вот это приложение для общения. Оно взяло все самое лучшее, что было у Skype изначально. И понятные логины. То есть не вот эти страшные лайф чего-то-чего-то с какими-то цифрами, которые нам придумал Microsoft. А как раньше. То есть можно придумать какое-то имя себе. Возможность разделять контакты свои по спискам. Сейчас осталось только избранные и общие контакты. А раньше в Skype была возможность составать группы. Первая линия, любимые клиенты и так далее. То есть сортировать свои контакты. Это очень помогает при работе. Вот у Discord такая возможность есть. И сейчас у Discord появляется возможность показывать экран. Когда они это до конца для всех доделают, будет отличный вариант. Потому что работает значительно стабильнее. И самое главное у Discord очень качественный звук. Такое ощущение, как будто вы сидите вместе в комнате и общаетесь. Прекрасный вариант общения. И возможно в одном из уроков я более подробно о нем расскажу. Когда сам активнее начну им пользоваться. Всегда есть какие-то варианты. Их нужно просто искать. Благодарю вас. Успехов.